Как правильно заниматься нетворкингом и находить полезные связи как в онлайне, так в оффлайне. Разберемся сегодня. Поехали. Всем привет, меня зовут Камиль Калимуллин. Мы с вами на канале EcomHaters, где мы разбираем крутые штуки, которые помогают в продажах в онлайн. И конечно же тема нетворкинга мы не могли обойти ее стороной, потому что нетворкинг или вот нахождение полезных связей это очень крутая штука, которая помогает развиваться и соответственно помогает зарабатывать. Давайте разбираться, что же такое нетворкинг, с чем его едят и вообще как эффективно находить связи и развиваться. Итак, что же такое нетворкинг? Ну чаще всего по нетворкингом понимают связи или коммуникации, которые мы выстраиваем, ну чаще всего в оффлайне. То есть, условно говоря, мы идем на какую-то конференцию, общаемся в каком-то таком клубе и за счет этого мы знакомимся с определенными ребятами, которые потом в дальнейшем могут нам что-то подсказать, либо мы можем что-то им предложить, либо наоборот они что-то нам предложат. То есть у нас такая вот получается такая вот расширяется круг знакомств. Вообще говоря, нетворкинг это история про разные такие возможности. То есть через нетворкинг можно осуществлять разным способом. Это может быть и онлайн, и оффлайн нетворкинг. То есть мы можем на самом деле находить не только в оффлайне, как я описывал, но и в онлайне. Давайте я сегодня расскажу, какие бывают онлайн способы для того, чтобы эффективно заниматься вот набором вот этой вот контактов своих, да, то есть увеличением круга общения и соответственно развитие в этой сфере. Итак, сегодня я разберу как бесплатные, так и платные методы. То есть есть то, что вы можете делать сами, есть сервисы специальные, которые также будут под этим видео, которые вы можете использовать для расширения круга своих знакомств, для нетворкинга. Ну, бесплатные, наверное, самые такие очевидные вещи, я о них не могу не сказать. Конечно же, это работа в социальных сетях. Как это происходит? Вам нужно заполнить свой профиль, поставить фотографию, да, сделать описание для того, чтобы люди, если они увидят ваш комментарий в соцсети или увидят вас, чтобы они могли вас увидеть и вам написать, узнать, кто вы. Вот, поэтому первое, с чего бы я рекомендовал начать нетворкинг, это с того, чтобы заполнить грамотный профиль в ваших социальных сетях, будь то ВКонтакте, как здесь написано, в Инстаграме, в Фейсбуке или в других социальных сетях. Что нужно делать для того, чтобы получить знакомство? На самом деле, ничего здесь такого секретного нет, нужно быть полезным другим людям. То есть, если вы приходите куда-то и вы помогаете людям, люди имеют перед вами какие-то такие внутренние обязательства, им как бы комфортно с вами, вы им помогли, им хочется помочь вам. Ну, вот пример здесь, вот вы видите, здесь это комментарий, например, да, то есть, вы видите того человека, который вам интересен, то есть, он обладает какими-то знаниями, он является, ну, возможно, вашей целевой аудиторией и вы стараете ему помочь. Если у него какой-то вопрос, вы старайтесь ответить на него. Если он что-то написал, вы добавляете, делайте его ответ более ценным для других читателей. Я уверяю вас, через какое-то время сами вот эти люди будут обращаться к вам, писать вам, потому что они понимают, что вы им помогаете. Поэтому здесь, ну, как бы, такая очень простая формула. Помогайте другим и ваш круг знакомств будет расширяться. Причем это может работать не только, например, в Инстаграме, не знаю, там ВКонтакте и в других социальных сетях. Это может работать и в чатах, в мессенджерах. Вы можете находить группы по интересам, вы можете там комментировать и давать какие-то ценные советы полезные и получать таким образом круг знакомств. Вначале эти люди заходят к вам на профиль, они просто вас изучают, а потом последовательно вы можете уже к ним обращаться или они к вам и, соответственно, у вас вот этот круг знаком завязывается. Но кроме бесплатных таких вот штук, которые вы можете уже использовать, есть, конечно же, платные сервисы, которые позволяют вам находить правильное знакомство. Ну вот здесь два сервиса представлены, конечно же, их больше. Вот, например, первый сервис Uniter.ai – это сервис, который помогает знакомиться предпринимателям. Ну, так и называется, место, где знакомится предприниматель. В чем здесь основная логика? То есть есть платный сервис, то есть вы оплачиваете там либо 5 тысяч рублей, либо там 30 тысяч рублей в год и получаете доступ к сервису. Сервис, соответственно, подбирает вам контакты. Если вам человек интересен, вы можете с ним, соответственно, задружиться и встретиться и пообщаться на те темы, которые вам интересны. Есть другой сервис, например, сервис Bintech.com – это профессиональный нетворкинг. То есть здесь вы уже можете найти специалистов там по рекламе, специалистов по каким-то другим экспертным темам, да, и с ними же пообщаться. Здесь такая же история. Здесь есть бесплатный доступ и есть деньги, которые вы берете, как бы оплачиваете по подписке. Таким образом, также вы получаете правильный круг знакомств, но здесь уже такой более профессиональный нетворкинг, то есть, да, знакомство с людьми, которые эксперты в какой-то, в какой-то области. Таким образом, это все работает, но на самом деле я хочу сказать один тезис очень важный, что вот для меня лично самым эффективным нетворкингом всегда был офлайн-нетворкинг, когда я прихожу на какое-то мероприятие, на конференцию, когда я что-то рассказываю, да, или выступаю, когда я общаюсь к людям, обращаюсь к ним-то вопросом, интересуюсь и так далее. Вот офлайн это, наверное, самое-самое важное, и если, например, год назад это было просто невозможно, мы знаем с вами, что было там пандемия и так далее, то сейчас все это открывается. Вот вы видите здесь примеры, например, мероприятий, которые проходили, которые будут, в том числе и наше мероприятие, подробности о которых будет вот под этим видео. Используйте эти возможности, это очень круто для нетворкинга, использовать именно офлайн-коммуникации. Итак, ребят, мы поговорили с вами про нетворкинг, про то, как находить знакомство. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики, пишите, хотели бы вы подробнее узнать про то, как именно в офлайне завязывать знакомство. Удачи вам и хороших продаж. Пока!